всем привет дорогие зрители и подписчики канала сегодня у нас интересная тема будет такая май месяц на дворе начало мая вот апрель в этом году немножко бухнул у нас в украине то наверно не только в украине нара перепил немного и устроил нам заморозки в середине весны в самом разгаре и натворил тут делов выпало снега за на 10 метров по наклоняло листья но не листья ветки елках вот и сейчас мы будем с этой проблемой справляться вам покажу что получилось вот сейчас все в этом видео давайте поговорим о том что делать с елками после зимовки с хвойными растениями после того как они перезимовали вот потому что не все растения хорошо зимуют каких-то бывают какие-то определенные проблемы вот этот можжевельник который видно на видео он вообще очень хорошо зиму переносит но зима была очень снежная с них снега была насыпана очень много вот и часть хвои прихватила морозом они вот подсохли вот можете видеть на видео вот как я с этим борюсь что я с этим борюсь и что с этим делаю вот сейчас мы посмотрим что нам понадобится нам понадобится у меня вот идет кусачки я их делал из старых боковезов они же побитые жизни вот здесь у вас есть новое это виде садового кусачек для понсая дерево большое листья очень много поврежден хвои очень много повреждено вот сейчас я буду просто всюду поврежденную форму вырезать не буду я вырезать целиком то есть я буду смотреть до какого уровня они подмерзли и буду отрезать то есть вот и беру ветку смотрю смотрю вот состояние до где начинаются нормально зеленые листики просто и обрезаю обрезаю сразу же здесь бросают это хороший мульчая принципе почему так произошло с деревом есть несколько вариантов развития событий 1 нападала много снега начало преть и виду этого листья апреля не было здесь хорошего сокодвижения и они естественно накрылись медным тазом вот ну это ж никуда не годится вид растения абсолютно портится то есть зеленая красивая тут поэтому каждый год весной уже когда у вас начались побеги вот это дед то есть смотря какая весна то есть начало мая середина мая вот раньше бессмысленно это делать вы должны ухаживать за своими растениями в роде их порядок после зимних снегопадов после зимних заморозков вот раньше почему это не стоит делать потому что вы не будете знать еще какие у вас ветки прижились какие у вас ветки умерли то есть обрежет или лишнее или еще что-то вот давайте смотреть его и приводить его в чувство потихонечку нарезаем смело не боимся хвойное растение хорошо реагирует на любые виды обрезки вот чем больше будем обрезать тем больше это растение кое-что обрезаем пойти перчатки взять потому что я без перчаток погорячился забываем против так что вооружились кое-какими перчатками и поехали дальше смотрите когда обрезаем обязательно открываете дерево вот и вот смотрите у хвоя потихоньку ну естественные процессы в дереве идут да вот и какие-то ветки отмирают какие-то ветки остаются то есть внутри вот если вы посмотрите всегда здесь будут сухие ветки из-за того что сюда не попадает солнце они приют или что происходит то есть вот это все нужно вычищать каждую весну вы должны вот так вот раскрыть дерево вот и все это вычищать то есть можно вот так вот побить инструментом там секатором чем вы будете делать чем угодно то есть не принципиально что есть то и делать то есть я пользуюсь таким вы можете пользоваться секатором дело ваше вот это все нужно чистить вообще поэтому дерево вот видите у него три ствола вообще такого не должно быть вот раз два три даже четыре ствола что с ним произошло то есть она когда была маленькая вот его зимой удачно кто-то поломал вот центральный ствол выкорчевали и дерево пришло в такой вот вид ну чем больше стволов тем красивее дерево но один есть нюанс по поводу вот этих вот всех деревьев давайте все-таки закончу с этим потом расскажу по этот нюансом очень-очень интересно вот я думаю многие люди сталкиваются с такими вещами вот но я расскажу как с этим бороться хотя я сама сейчас этим не борюсь в принципе мяч и деревья не настолько высокий чтоб с этим недугом как бы сказать так бороться и какие-то экстренные меры принимать но очень-очень интересная есть одна особенность у всех колодновидных войнах все я сейчас пока занимаюсь вырезанием и покажу вам что получится когда уже все с ним закон так продолжая эпопею с этими чистками хочу немножко рассказать почему именно пользуюсь такими кусачками сделай старых бокорезов которые я удачно уложил на гвоздях там вот которые здесь вот были зазубрины взял болгарка их просто стучил вот получились вот такие вот кусачки чем они удобны тем что вы когда будете обрезать ветку часто не видно как бы он показать давайте вот на вот этой ветке он покажет даже скамот неживая то есть смотрите я когда обрезаю я беру под самый ствол вот и срезаешь то есть у меня получается вот на месте среза нету никаких пенечков ничего секатором вы так не обрежете вот есть такие ножницы уже готовы кто может себе позволить купить нужно для бонсаев для обрезки бонсаев не знаю где их искать если честно вот они уже продаются готовы поэтому можете купить и не париться но я позаморачивался сделал старых бокорезов он тоже тоже очень неплохо то что если у вас эти старые ненужные бокорезы можно с помощью болгарки и 15 минут работы сделать вот такие вот очень удобные кусачки для хвойных растений вот ими удобно внутри забираться не вставлять ни пеньков ничего под самый ствол все срезается все очень хорошо да там большие ветки мы особо не перекусывать но принципе не нужны больше также им пользуюсь для обрезки лиственницы своей которая бонсая как-нибудь покажу вам тоже лиственница вот видите так вот смело это все очищаем вот эти все листики все это мы убираем сейчас я наверно переставлю камеру сделаю покрупнее план чтобы он был так переставили мы камеру не знаю вам будет видно или не будет вот смотрите как я это все дело вот так вот вот эти все ветки которые сухие безжизненные мы их вот так вот вот удаляем так сейчас пойдем ниже вот так вот то есть смотрим каждую веточку все вот это вот убираем сухостой ну сегодня качество прервемся и продолжим уже покажу вам шумно получится дорогие друзья вот мы закончили эпопею с этим наживельником обыкновенным вот теперь можете посмотреть внутри то есть вот тут все вот это вот вычищено вот посмотрите все чистенько хорошо да растение очень сильно пострадала конечно его визуальное его декоративный вид уже нарушен но это лучше чем здесь будут сухие ветки вот намного лучше кое-что отрастет зарастет вот кстати можете посмотреть вот сколько вот добра вот это вот все вот вычищено вот все здесь вокруг и застелено я не убирают специально хорошая мульча пускай будет на почве вот вот так вот сейчас вот выглядит мое растение после того как я его а потрат что это дает дает это в первую очередь то что между в растения проникает свет свет нужен обязательно для того чтобы образовывались новые побеги и растения себе спокойно продолжала расти вот поэтому чистка ежегодно и это обязательно вот нужно для любых хвойных растений сейчас мы подойдем на другие елки с этим можжевельником уже разобрались вот можете поставить новый результат вот но еще один нюанс то есть его когда был мокрый снег его очень сильно разлохматила а я хочу чтобы оно было более сжатое вот и сейчас я вам покажу что для этого нужно будет сделать но мы посмотрим уже на другом примере не на этом уже дереве вот ну это применимо абсолютно для всех хвойных растений а вот еще один вариант того что может произойти с растением может быть из-за не внимательности из-за нехватки времени вещь из-за чего-то или за уверенности что с ним будет все нормально и будет мы хорошо вкратце это у меня подвал на подвале я насыпал земли слой вот и посадил здесь войны стелящийся в основном потому что высокие здесь земли еще мало в итоге что произошло лето было очень жарко слой земли маленький хоть я и поливал ее регулярно но видимо где-то прозевал какой-то момент не долила его вот и к концу сезона она засохла но засохла мы не полностью засохла частично сейчас мы посмотрим что можно с ним сделать можно ли его восстановить потому что я смотрю что побеги у него то есть молодые прирост уже имеются то есть на чертине не полностью погибнут к одним корневая не уже жива вот заодно и попытаемся удалить от перей это можжевельный чешути стелящийся точно название у не помню разновидность но это короче какой-то сорт из обыкновенных вот это вот у меня один куст я больше не рассажу потому что он огромных размеров вырастает вот и он очень ядовитый то есть где-то он очень колючий и после колю и после того как вы поколитесь ему на руках будет раздражение поэтому не знаю как у меня насколько сейчас хватит нервов его удалять вот это все вычищать потому что безумно колючий тем более сейчас засохло в два раза колючее стало ну давайте через секунду посмотрим чем у нас вот значит что у нас получилось после того как я потратил 30 минут своего времени и обрезал все что у нас от умерла то есть как мы видим часть растения все-таки еще живая корневая значит у нее работает питательными веществами растения снабжается поэтому вот так вот мы обрезали оставили все что у нас есть зелененькая вот и за год-два это все дело зарастет и будет хорошее растение зачем его выкидывать зачем пересаживать вот ну что ж идем к кому-нибудь следующему растению так а вот никто и перешли вот тоже она у нас перезимовала не особо хорошо вы сразу листья отпадают вот видно на камеру что вот такие вот листики то есть этой веточками сразу ли вырезаем они нам не нужны и смотрим то что нам не нужно все удаляем нафиг и чистим тоже какие-то пораженных куда фигня убираем так вот собираем зато мы смотрим внутри чтобы не было ничего сухого все что есть сухое учищаем поломанные ветки выдаляем вот все это убирается тоже ветка основного основания вот она сухая вот видите сухая мы удалили хоть и накрываем их вообще кстати туристую такие вот шаровидные советую накрывать на зиму чем-то но таким так накрывать чтобы они не дышали чтобы они не до бог не прели потому что если будет много снега они у вас попреют вот или обматывать хорошо веревками он здесь все разобрались так ну что дорогие друзья вот мы подобрались к виновнику торжества так это у нас можжевельник скальный вот мы сейчас тоже почистим здесь тоже видно что вот такие сухие ветки внутри тоже подмороженные как они больше всего в апреле потому что зима дурная была в этом году снег вообще не таял то есть вот и немножечко кое-какие веточки у нас пострадали но это не так конечно сильно пострадало как предыдущее наше дерево поэтому быстренько все это дело удаляем но пока удаляем давайте я отвечу на пару вопросов которые не задавали самое такое распространенное по поводу черенкования вопрос был это поводу когда снимать и когда пересаживать растение значит смотрите черенки если вы сложите если вы сажаете весной значит через год ровно весной вы их снимаете банки и уже пересаживаете на постоянное место вот можете оставить еще на год укореняться в принципе несут но через год только можно снимать банки вот если вы сажаете летом весной снимаете банки следующего года если вы сажаете в зиму то только осенью следующего года вы снимаете то есть допустим к примеру в 2016 году вы зимой посадили вот в 2018 году вы весной снимаете банки и пересаживаете грубо говоря год нужно ожидать вот раньше не советую снимать банки также я вот получил посылочку я заказывал себе парочку там маленьких тут вот одну тую пирамидальную одну шарик название сейчас не помню записанной особо не заморачиваюсь по воду название и ель канадскую только не коньяку она тоже на подобии коньяка только по-другому называют еще другая вот уже все это дело посадил и пересадил 22 своих коники которые я показывал в одном из видео про размножение коник вот пускай не посидят еще я попозже сниму видео о том что метод который я показывал как их укоренять работает то есть есть все-таки процент и шанс не то чтобы вырастить эти растения из черенков и они у вас приживутся ну это так кратко по поводу полива поливать нужно чтобы земля была постоянно влажная вокруг черенков ваших абсолютно с ними не будет потому что зимний период солнце для хвойных растений очень-очень вредно если очень яркое солнце то хвойные растения начинают потихонечку прихвачивать и начинают начинают из-за того что в общем скажу так зиму зиму хвойники питаются влагу получают из хвои кое-как там еле-еле вот и что происходит от корней притока основного свокодвижения еще нету и получается так что когда солнце слишком печет вот хвойное растение очень быстро начинает терять влагу через иголки через хвою вот и это приводит естественно кусушки и потому что растение вот как вот мы сейчас долбаемся с ним теряет свой вид вот так вот так вроде очистили больше таких тут критических этих не вижу вот и поэтому поэтому принципе с одной стороны снег это очень хорошо для хвойников но с другой стороны он несет также очень много вреда первое вот этот метод который я сейчас покажу вот видите как вот буквально за ночь 10 сантиметров снега сырая влажная погода в апреле месяце и вот она из колонавидной сделал вообще непонятно что то есть разлапистое растение сейчас будем возвращать его в норму что нам для этого понадобится нам для этого понадобится вот такая вот веревка обычная куплено в строительном магазине там в любом руки ножницы какие-нибудь чтобы эту веревку разрезать и в принципе больше ничего но что мы делаем завязываем за ствол внизу петлю только смотрите петля не должна быть плотная то есть он просто как бы сказать накинули чуть-чуть узелочек сделали чтобы она когда в растении вас будут увеличить чтобы он не врезалась в кром и дальше дальше мы делаем такие вот вещи то есть поднимаем максимально вверх растения вот так вот и начинаем обматывать его процедура им скажу конечно особо приятно но от этого никуда не денешься и плотненько 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 так вот это все дело обвязываем очень очень плотно вот этот метод кстати не снимал просто видео не знаю тут должно быть и понятно человеку который увлекается хвойными я думаю же многие знают что для того чтобы у вас не было проблем зимой со снегопадами с обильными для того чтобы у вас растения не ломались ветки с под обилием снега да вот вот эта процедура делается осенью где-то примерно и в ноябре делаю когда уже начинают так немножко морозики ну до первых снегов обязательно вот эта процедура делается вот в итоге у вас растение имеет меньше сопротивление ветру меньше площадь вот его не так штормит когда большие ураганные ветра соответственно меньше шансов у него сломаться потом у растения меньше шансов под тяжестью ветра поломать ветки и в конечном итоге у вас весной когда вы выровку снимете у вас растение не потеряется декоративных функций декоративного своего вида и будет у нас не разлаписто будет продолжать радовать вас своим видом вот все значит обмотали растение сейчас мы обрежем его веревку дальше что касается вообще еще растений хвойных у всех хвойников природная происходит отмирание скажем такое и оно происходит снизу вверх обычно то есть сначала страдают нижние хвоя она становится коричневая падает вот и постепенно движется движется вверх хвойное растение оно не боится обрезки и обрезка только наоборот его стимулирует стимулирует рост растения для того чтобы он лучше развивался лучше росло и поэтому не стесняйтесь обрезать формировать эти растения не очень хорошо вытекаются то есть старайтесь сделать так чтобы у вас как можно больше молодненько было у основания для того чтобы она потом вас не было здесь от улица сверху у вас будет зеленка в конечном итоге вы дерево спереди и всегда формируете дерево обрезать дерево на ту высоту которую вы хотите получить для того чтобы вам было удобно с ним работать с этим деревом на данный момент эти скальные можжевельники меня уже больше 2 20-2 30 все я прекращаю их на этом рост ввысь и будем их расширять ширину делать из них красивые пирамидальные формочки вот поэтому сейчас вырезаю центр ну все принципе на этом вот если вам видео хоть было чуть-чуть полезно ставим лайки если было не полезно бессмысленное ставим дизлайки не забываем подписываться на канал вот задавайте вопросы которые вас интересуют попытаюсь снять на это видео и ответить на ваши вопросы более подробно может быть что-то я упустил вот все всем удачи в ваших начинаниях удачи в выращивании и красивых вам садов